Всем привет, ребят! Вы на канале Android and Windows полезные советы и сегодня мы с вами поговорим о том, как пробить любой номер телефона. Зачем это нужно? Очень просто. Я думаю, многие из вас сталкивались с такой проблемой, что вам звонят неизвестного номера, вы берете трубку, там тишина, или только как только вы взяли трубку, сразу идет сброс и все. Это прозванивает робот, чтобы узнать, активен ваш номер или нет, чтобы в дальнейшем передать его, ну не знаю куда, не буду точно говорить, но чаще всего, наверное, злоумышленникам, и они уже потом могли, так сказать, попытаться вас обмануть. Также, думаю, вы сталкивались с такой проблемой, что звонят злоумышленники, представляются сотрудниками банка и пытаются выманить банковские данные. Чтобы себя от этого полностью обезопасить и понять, что вам звонят мошенники, я вам покажу хитрости, абсолютно легальные, так сказать, как пробить любой номер телефона. И в самом конце видео покажу, как от этого полностью защититься, чтобы не попасться на удочку мошенникам. Итак, первое, что нужно сделать, это зайти в любой браузер, которым вы пользуетесь, и перейти на сайт, кто звонит РФ. Снизу я оставлю на него ссылочку, чтобы вы не искали в поиске. И забить там номер телефона, с которого вам звонили. Вот тут вот в поиске. Как вы видите, у меня он уже забит. Но сразу скажу, забивать его надо без семерки, без плюса. Просто получается плюс семь или восьмерку убираем и пишем все оставшееся. Что это в целом за сайт? Это сайт, на котором вы также, как и любой другой пользователь, вот видите, выкладывают номера телефона, с которых им звонили, и пишут комментарии. Вот, например, номер плюс семь, девятьсот шестьдесят пять, пятьдесят три, девяносто восемь, двести шестьдесят девять. Скидывают перезванивающие автоответчики и говорят, что на вас оформлена кредитная карта. Дальше не знаю, повесил трубку. Ну, собственно говоря, то есть люди пишут, что предлагали им. То есть и вы сразу можете понять, что, ну, это, например, вам звонили мошенники. Ну, давайте забьем номер, с которого мне недавно звонили, и нажмем поиск. Так, десять цифр. Что-то не ввел. Сейчас посмотрим, что не ввел. Четыреста девяносто пять. Триста шестьдесят девять. Ага, ноль четыре. Так, тридцать два. Двоечка у меня потерялась. Ну, вот теперь поиск. Ну, вот смотрите, ребята, плюс семь он подставил сам. Это, собственно говоря, комментариев по этому номеру нет. Но если бы кому-то с этого номера звонили, видимо, это свежий, интересный номер, то тут бы были бы комментарии, ну, по типу, как вы видели, да. Робот, например, предлагает кредит от Совкомбанка. Ну, собственно говоря, здесь пока что просто позвонили и сбросили, поэтому, может быть, мне ничего не предлагали. Может быть, никто еще в эту базу данных, никто ничего не добавил. Вот. Проверить. Не переносился. Ну, собственно говоря, здесь, например, вы ничего не нажали. Второе. Что можно сделать? Идем в поисковик Яндекса. Можно перейти в Google Chrome, но у меня есть Яндекс, поэтому пойдемте в Яндекс. Теперь в поиске Яндекса просто-напросто забиваем данный номер телефона. Здесь уже я советую вам написать его полностью, плюс 7, 495, 36, 90, 432 и нажать поиск. И посмотрим, что нам на данный момент скажет Яндекс. Яндекс, как вы видите, он пишет данных об абоненте пока нет. Но, ребят, в принципе, это уже не первый номер, который я проверяю. Этот номер, видите, как я уже сказал, пока что, видимо, чистенький. Или, например, мошенник. Ну, я думаю, чистенький. Он только был недавно, скорее всего, задействован. Там бы, например, писала Альфа-банк, да, там, к примеру, или мошенники. То есть, вот Яндекс в первой же строке вам бы здесь написал, что это номер, к чему он относится. Иногда бывает, например, просто там предложение купить окна или еще что-то. То есть, ну, не мошенники, а просто обычная реклама. Там, знаете, стоматологические клиники звонят или там еще что-то. То есть, вот тут вот в первой строке всегда будет написано. Второй способ, третий способ, ребят, узнать, кто вам звонит и пробить контактные данные вашего, ну, так сказать, того, кто вам звонит и понять, мошенник это или нет. Очень просто. Как видите, этот номер 495. Ну, понятно, это городской номер. Если вам, например, звонили там какой-то 928 или 960, вы можете зайти в свой мобильный банкинг Сбербанка и там попробовать начать процедуру перевода денег. И, соответственно, как вы знаете, у меня просто нет Сбербанка, я не могу вам показать. Вы знаете, когда вы вводите мобильный телефон человека, то вам подтягивается его имя, фамилия и отчество. Вот таким образом, кстати, ну, вы сами понимаете, кто и получают о вас контактную данную. Просто в Сбербанке забиваете номер телефона и там вам уже может показать фамилию, имя, отчество человека. Ну, и там уже можно, так сказать, понять или пробить его дальше в поиске того же Яндекса или Гугла непосредственно, что это за человек, где он живет. Как бы, ну, и я думаю, что вы поймете, что, скорее всего, это не там сотрудник банка или еще кто-либо там и проживает он там где-то далеко. То есть уже с помощью такой информации определить, кто вам звонил. И третий способ, ну, точнее, последний способ, четвертый, как защититься, в принципе, от этого всего дела. Все довольно-таки просто. Я рекомендую это, потому что я сам им пользуюсь. Способ полностью бесплатный и вам его советую. Смотрите, если вдруг у вас не установлен Яндекс, поэтому я советую вам сразу установить Яндекс. Без этого просто не будет работать. Заходите в Play Market, ну, давайте покажу на всякий случай. Заходите в Play Market и здесь пишите Яндекс. Ну, можно написать определитель номера Яндекса. Ну, вот Яндекс.Алиса вам надо установить. Установили. Открываем. Теперь вот здесь вот пишем определитель номера Яндекс. Вот, заходим по первой ссылочке. И, ребята, сейчас бесплатный определитель. Включить. И включаем абсолютно бесплатный определитель номера Яндекс. Как вы видите, Алиса нам его открывает. Да, в данный момент у меня ведется запись, поэтому Алиса не может сработать. Вот и все, ребята. И теперь, когда вам, например, будут звонить злоумышленники или какие-то непонятные номера, вам будет высвечиваться, что, мол, скорее всего, ну, точно они не могут сказать, но вас будут предупреждать. То есть, банковские злоумышленники или, например, реклама, как я уже говорил, там, окон или реклама, там, массажного салона. В общем, Яндекс вас будет об этом предупреждать. То есть, вы уже, смотря на свой телефон, будете видеть, кто вам предварительно звонит. И я вам хочу сказать, вот я им пользуюсь уже довольно-таки долго, еще ни разу он не подводил. То есть, я ради интереса поначалу брал трубки и правда. То есть, если он писал там злоумышленники, банк, то так и есть. Часто он пишет даже, типа, злоумышленники представляются Альфа-банком. Да, они такие, алло, здравствуйте, это там система безопасности Альфа-банка. Вот, поэтому база номеров Яндекса просто огромная. Люди постоянно им скидывают дополнительные номера, ну, так можно сказать, там же жалуются, пытаются бороться с этим. Поэтому Яндекс в этом плане не дремлет и всегда держит ухо востро и позволит вам защитить себя лишний раз вообще, в принципе, от какой-либо нервотрепки и потери своих личных данных и, не дай бог, банковских средств. Так что, ребята, устанавливайте данный способ, ну, точнее, определитель Яндекса, он полностью бесплатный и работает на 100% точно. Для этого, как я сказал, просто нужно его скачать и установить. Если у вас остались, либо какие вопросы, пишите в комментариях, а мы с вами увидимся в новых видео. До новых встреч!